Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Исход», и сегодня мы будем читать 14 главу этой книги. Здесь говорится о том, как войско фараона погналось за еврейским народом до Черного моря, и о том, как Господь разделил воды Черного, то есть Красного моря, и народ прошел, а египтяне были потоплены. И эта глава начинается словами «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пи-Га-Херофом, между Мегдолом и между морем, перед Ваал-Цифоном, напротив его поставьте стан у моря». Здесь говорится обратились, то есть двинулись на север в направление противоположному прежнему направлению. Поэтому и сказано, чтобы они обратились, то есть поменяли направление движения. «И скажет фараон о сынах Израилевых», видите, здесь показано, что Господь сердцеведец, и он знает, как фараон отреагирует на этот поворот сего стана. «И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле сей, заперла их пустыня». Это Господь рассказывает им через Моисея. «А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, то есть за евреями, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь». И сделали так, то есть они развернулись и пошли в другом направлении, чтобы создалось впечатление у фараона, что они как бы заблудились в пустыне. «И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали, что это мы сделали, зачем отпустили израилетян, чтобы они не работали нам». Но, скорее всего, у них было чувство мести, потому что погибли первенцы. «Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собой». Ну, не надо думать, что народ весь, имеется в виду воинов. «И взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими». Имеется в виду военные колесницы, которые обычно отправлялись в воинские походы. «И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми, сыны же Израилевые шли под рукою высокую». То есть вот этот огненный столб, как бы перст Божий. «И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники». Помните песнопение «Коня и всадника»? «Опрокинет». «И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря при Пи Гахерофе пред Ваал Цифоном». То есть их как бы зажали к морю, и нет им возможности никуда отступить. Иногда врагам церкви кажется, что еще последний усилий, еще последний рывок, и они одержат окончательную победу. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сына Израилевы Господу». Надо сказать, что между египтянами и израильтянами вот в такой критический момент становится как раз этот огненный столб. «И сказали Моисею, разве нету гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта?» Надо сказать, что народ еврейский будет роптать на протяжении всего исхода. «Не это ли самое говорили мы тебе в Египте?» Это укором Моисею. «Сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Вот удивляясь сокротости Моисея, как он и с фараоном общался, всякий раз и молился за него. И особенно вот кротость, когда ты терпишь укоры не от чужих, а от своих. Вот такие укоры, они наиболее болезненные. Не от безбожников, не от чужих, а именно от своих. Но Господь и избрал Моисея, ведь он в течение почти сорока лет пас овец, и он научился терпению. Ведь овцы бывают разные, бывают спокойные, бывают строптивые. «Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте, и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите ныне, боли не увидите вовеки». Египтяне – это грехи наши, пороки, бесы. А фараон – это сам дьявол. Когда дьявол узнает, что мы хотим креститься в христианской церкви, он ополчается на нас со всей своей армией. И у нас только один выход остается – дунуть, плюнуть на дьявола, отреться от него, от злых дел его, от ангелов его, то есть от бесов, от служения его, от гордыни его, и в крещении сочетоваться со Христом. Итак, вот Моисей произносит речь, чтобы ободрить людей. Он говорит «не бойтесь». И Христос тоже часто, ободряя людей, говорит «не бойтесь». Все библейское откровение существует для того, чтобы мы не боялись, чтобы мы знали, что над нами есть око видющее и ухо слышащее и книга, в которой записываются все наши деяния. Моисей продолжает свою речь. «Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». То есть Бог будет воевать с египтянами. «И сказал Господь Моисею, что ты выпьешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». А куда идти-то? Тут море, тут египтяне. «А ты подними жезл твой и прости руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». Помните вот это песнопение церковное? «Яко по суше пешешество Израиль, по бездне стопами гонителя фараона, виде потопляема». Вот сейчас мы подходим к этому событию. «Я же, — говорит Господь, — я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и на колесницах его, и на всадниках его». То есть Господь опрокинет коня и всадника. «И узнают египтяне, что я, Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». Однажды Господь покажет славу свою над всеми политическими системами этого мира, над злобой политиканов, которые ради соблюдения собственных интересов, амбиций, сохранения их, готовы развязать самую страшную, даже ядерную войну. Колесница, в библейском понимании, это самое мощное оружие, которое тогда было. В военной колеснице они имели такие резаки с правой и с левой стороны, когда они врывались в гущу вражеских солдат, буквально все сметали на пути. Поэтому, когда Господь говорит, что Он явит славу на колесницах и на всадниках, Он как бы говорит, что весь этот военно-промышленный комплекс и те, которые зарабатывают на нем, Господь явит славу над ними, ничего от них не останется. «И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых» – это вот как раз этот огненный столб, огненной ночью, а облачный днем – «шедший пред станом сынов Израилевых», то есть когда Он их вел, а сейчас они и враги, «и пошел позади их». «И двинулся и столб облачный», то есть мгновением ангела, «от лица их» и стал позади их. То есть этот столб разделил действием ангела израилетян, верующих и египтян. «И вошел в средину между станом египетским и между станом сынов Израилевых и был облаком и мраком для одних, то есть для египтян, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь». И вот, кстати, на основании этого текста «и был облаком и мраком для одних и освещал ночь для других», отцы, некоторые, отцы церкви говорили, что огонь Божий, он один и тот же. Но для кого-то это огненные языки, которые дают радость, а для кого-то это адский пламень, который не является источником света. Макарий Гибельский говорит, что адский огонь не является источником света, это черный огонь, и он даже не жгет, а охлаждает так, что этим холодом выжигает все. «И простер Моисей руку свою на море и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушью и раступились воды». Помните вот случай с саранчой, один ветер навел саранчу на землю египетскую, а другой ветер по молитве Моисея опрокинул ее в Красное море. А здесь тоже ветер действует, то есть Господь действует через силы природы. На самом деле так называемые силы природы это служебные духи, ангелы, даже огонь, воздух, все это подчинение Бога и за все отвечает какой-то ангел. «И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и левую сторону». То есть воды настолько огустели, что они стали стеною справа и слева. «Погнались египтяне и вошли за ними в середину моря, и все кони фараона колесницы его и всадники его». Мы видим, что этот чудесный момент, море раступилось, это не смутило египтян. Они настолько ожесточились, они решили войти в середину моря. «И в утреннюю стражу возрел Господь на стан египтян». То есть когда евреи уже прошли по бездне стопами, представляете, «И в утреннюю стражу возрел Господь на стан египтян». Я представляю, как кони египетские стали дыбом, ощутив взгляд Божий, как у них волосы у египтян поднялись дыбом, не только на голове, где они только были. «И в утреннюю стражу возрел Господь на стан египтян из толпа огненного». То есть столб вошел, получается, в море и был между евреями, которые прошли сквозь это море, и египтянами, которые гнались за евреями. «И столпа огненного», то есть они увидели как бы око Господа, огненного и облачного, то есть огненного для одних, а облачного для других. и привел в замешательство стан египтян, они все испугались, они поняли, что теперь произойдет что-то страшное, и отнял колеса у колесниц их, ну, представляете, дно какое-то, там, скорее всего, ила было очень много, так, что они влекли их с трудом, поэтому мы можем представить даже такую ситуацию, как раз облачным вот как раз толпом он был для своего народа, а для врагов огонь, и все это кипело, пузырилось этот ил, колеса стали слетать с их колесниц, их военно-промышленный комплекс дал отсечку сбой, и сказали египтяне, побежим от израилетян, потому что Господь поборает за них против египтян, вот для них стало это уже очевидно, и сказал Господь Моисею, прости руку твою на море, это значит, что когда он простер руку, воды разошлись, и он шел с воздетой рукою, они прошли, теперь он должен простереть руку, то ли наклонить жезл, как в случае исхода поднять его, и воды обрушатся на египтян, и сказал Господь Моисею, прости руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их, и на всадников их, и простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, она как бы рухнула, а тут правильно перевести поутру, то есть это резкий был момент, а египтяне бежали навстречу воде, то есть они запутались, они когда-то говорили, что народ Божий запутался в пустыне, так потопил Господь египтян среди моря, и вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников, всего войска фараонова, вошедших за ними в море, за ними за евреями, не осталось ни одного из них, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря, воды были им стеною по правую и по левую сторону. Давайте вспомним, что прохождение сквозь Черное море это крещение, а какие воины фараона, какой фараон тонет в купеле крещения, наши грехи тонут в водах крещения, и когда человек погружается в воду и вынимается из воды, это делается трижды, во имя Отца, аминь, во имя Сына, аминь, во имя Духа Святаго, аминь, и грехи все под водою, как эти колесницы, колеса оторванные, кони, воины, вельможи египетские, пузыри поднимаются кверху, а все это идет во мрак морского ила. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря, воды были им стеною, по правую, по левую сторону, и избавил Господь в день тот израилетян из рук египтян, и увидели сына Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И вот здесь надо вспомнить прекрасный еврейский медраж, древнее сказание, о том, что когда Моисей прошел с евреями сквозь черное море, и он увидел мертвых египтян на берегу, он от радости стал скакать, как мальчишка, хлопать в ладоши и услышал голос Бога, который сказал ему «Моше, Моше, что ты радуешься? Это дети мои потонули!» Так Бог сказал о потопленных египтянах. И Моисей смутился, и он понял, что для Бога его дети все люди живущие на земле, не только евреи, но и египтяне, и сирийцы, и ассирийцы, и все остальные, многие племена и народы. И в окончании этой главы мы читаем 31 стих «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа». Тут как бы их радость, восторг сменяется на страх «И поверил Господу народ и Моисею, рабу его». Тогда Моисей сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили. Что это за песнь? Если мы будем живы, Господь позволит в следующий раз, когда мы будем изучать 15-ю главу, мы коснемся текста этой песни. Друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзогет», чтобы вовремя получать сообщения о новых беседах на те или иные главы книг Священного Писания. Спасибо Господь! Берегите себя! Берегите себя!